Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом видео я хочу показать новое расширение для Joomla 5 и Joomla 4. Перед вами сейчас открыта страница репозитория всемирного каталога Joomla, где можно скачивать различные расширения для самой Joomla. Это разработчики DJ Extensions. Кто давно за мной следит, знает, что уже я обозревал ранее достаточно много расширений от этих разработчиков. Так вот, от них появилось новое расширение, бесплатное. Видим, что включает в себя компонент, модуль. Новое, потому что дата добавления сюда в репозиторий 24 мая 2024 года на момент записи видео, то есть совсем новое. Уже успел он обновиться. Я его уже посмотрел. Давайте посмотрим, что он делает, а потом посмотрим процесс установки и скачивания его к себе, этого расширения. Отсюда можно нажать на демо, демонстрация. То есть у вас есть, допустим, статья и под статьей у вас есть возможность выводить, такое взаимодействие с людьми, чтобы оценивать, понравилась ли статья, ваша статья, вашего сайта. И два варианта. Да, если человек нажмет нет, есть возможность что-то написать, почему не понравилась статья, и отправить это сообщение. А вы, как администратор сайта, можете в админке видеть эти сообщения. И отметки понравились видеть, и сообщения, которые не понравились. То есть вот такая простая работа, то есть к статьям добавляется вот такая вот вещь. А сразу процесс скачки. Давайте обговорим. Если мы перейдем, допустим, удобным, на мой взгляд, способом, да, вот казалось бы, отсюда установить через админку Juma, то есть это у меня сейчас тестовый сайт, через поиск можно найти это расширение. То есть просто я вставляю, нажимаю поиск, то есть название расширения вставляю, он его находит. Нажимаем по заголовку, нажимаем install, потом нажимаем установить, и Juma в своем репертуаре выдает всякие ошибки, но не то, что нам нужно. Поэтому придется скачивать это сначала на компьютер. И опять же покажу как, потому что здесь есть также промежуточные шаги. То есть на кнопку download, если мы нажмем, нам не предложат скачать его сразу, нам перебросят на страницу разработчика сначала. Нужно здесь быть зарегистрированным, бесплатная регистрация, то есть нужно это обязательно сделать. Потом с этой страницы нажимаем больше, просмотреть файлы, и только после этого скачать. И архив скачивается на компьютер. То есть у нас вот этот процесс, как бы время идет, а вот эта вся допотопная методика, устаревшая уже 100 лет назад, грубо говоря, она не меняется. Это, конечно, очень прискорбно. Уже хотелось бы, раз уж здесь есть каталог расширений в админке Joomla, но это претензии уже к самой Joomla. Я не знаю, у них нету связи, взаимодействия с разработчиками. Чтобы вот этого не было, конечно, это косяк. Немножко отступление от урока. Мне просто есть с чем сравнить, я занимаюсь WordPress, еще движком WordPress, там такого я вообще не наблюдал. Все расширения скачиваются с репозитория. Ну ладно, возвращаемся к уроку. Когда вы архив скачали, вы перейдете в систему расширения, то есть опять же здесь находясь, перейдете, загрузить файл, и архив перетащите сюда. Он у вас установится автоматически, вот уже отсюда. После этого, что мы получаем? Мы получаем компонент и модуль. У меня уже это установлено. Разворачиваем компоненты. Вот он. Нажимаем на него, потом нажимаем вот сюда. Здесь просто статистика. Здесь у вас ничего не будет, просто у меня есть уже три статьи. Вот заголовки статьи. Статья, статья 2, статья 3. Здесь вы будете видеть оценки положительные статей и отрицательные. И чтобы посмотреть сообщение, которое человек мог оставить к отрицательному значению, нажимаете прямо сюда. Я написал слово «тест». Здесь вместо «тест» будет сообщение человека, то, что ему не понравилось. Ну и есть момент сортировки. Прямо здесь, за разные даты, я так полагаю, можно видеть разные сообщения конкретной статьи. И есть поле поиска, если здесь много очень оценок, чтобы по заголовку, например, статьи отсортировать. Просто сейчас я не могу это проверить, у меня начинаются статьи все одинаково. Сразу о недостатках. Что здесь не хватает? Здесь не хватает кнопки сброса. Допустим, в какой-то момент мне нужно сбросить всю статистику и начать с самого нуля. Ну, прям напрашивается эта опция, ее здесь нет. Вот сразу говорю про бесплатность. То есть, все, что у нас бесплатное, это обычно недоработанное. Возможно, расширение еще новое. Его будут дорабатывать. Но вот такие моменты здесь есть. Давайте, раз уж про недостатки поговорили, сразу я расскажу, что еще не хватает. А потом уже покажу, как к статьям подвязывать. То есть, захожу я в статью. Вот у нас есть этот блок. Я уже его сюда вывел. То есть, смотрите, если я нажимаю «Да», на русский язык я все переменал сообщение на английском. Значит, надо будет через языковую константу переводить. Это обязательно, да? Это первый недостаток. Уже второй, скажем так. Который я вроде перевел, но он не перевелся. Потом, после какого-то взаимодействия, я считаю, что этот блок должен скрываться для человека. Он не скрывается. Я могу нажать «Нет», написать какое-то сообщение, отправить. И после этого это окно должно тоже прятаться. Оно не прячется, пока я сам по крестику его не закрою. Вот эти вот основные недостатки. Но оно работает и не дает оставить сообщение одному человеку несколько раз. Это хорошо. То есть, я оставил оценки, и второй раз даже с другого браузера я не смог оставить. Значит, скорее всего, компонент анализирует по IP-адресу, откуда было оставлено сообщение. Ну, у меня динамический IP-адрес. Компьютер перезагружу, и я, скорее всего, смогу еще раз ту же статью оценить. То есть, есть недостатки. Можно написать разработчикам об этом. Расширение официально бесплатное. И, скорее всего, вот эти вот недочеты объективно нужны, которые нужно исправить. Я думаю, что они в течение времени его исправят. Расширение новое, будет дорабатываться. Я думаю, что это будет добавлено. Теперь, как это реализовано. После установки здесь, в компоненте, мы только можем наблюдать статистику оценок. Далее мы переходим в модули. Находите модуль, кликайте по ID, кликайте еще раз. По названию вы найдете. Зайдем внутрь. Название можете поменять. Заголовок можно скрыть. Опубликовано. Позицию можно не выбирать. Здесь у вас будет все на английском. Нам дает возможность поставить свой язык. Я перевел все фразы на русский язык, которые могут встречаться с данным расширением. Здесь обязательно надо выбрать на каких страницах. Я выбрал на всех страницах, чтобы его использовать. И нажал сохранить. После этого уже вы можете выбирать, каким статьям, своим статьям, вы хотите размещать возможность людям оставлять оценки. Давайте я создам новую статью на основе статьи 3. Сохранить как копию. Тут оценок у меня еще не было. То есть вот есть у вас статья. То есть нужно вручную добавлять каждой статье этот блок. Потому что в каких-то статьях вам не нужно добавлять, вы не добавляете. В каких вам нужно добавлять. Как это добавляется. В любом месте в статье, в самой, наверху, внизу, ставите курсор. Здесь вот выбираем модуль. Здесь можно отсортировать опубликованные модули. Находим название нашего модуля. Он у нас помечается. И вы можете его просто копировать горячим клавишем на клавиатуре Ctrl-C. Если, допустим, куда-то его там выше, ниже поместить. Или просто пойти продублировать там на других страницах. В общем, вот эта штука в статье выглядит так. Но на сайте она будет выглядеть уже вот таким блоком. Это статья 4. Сохраняем статью. Идем на фронтальную часть сайта. Находим статью 4. Вот этот блок выводится. Я еще здесь оценки не делал. Давайте поставим оценку нет. Допустим, напишем статья не понравилась. Отправить. Идем в компоненты. Видим, появляется статья 4. Видим, оценка 1 не понравилась. И видим, текст статья не понравилась. И уведомления на почту. Скорее всего, их нет. Нет, я сейчас нахожусь на локальном хостинге. У меня не настроена отправка писем на почту. Не могу точно сказать. Но возможно, уведомления есть. Но я думаю, что нет. Потому что это, наверное, настройки где-то здесь какие-то были бы. То есть, чтобы увидеть оценки, скорее всего, вам придется залезать сюда в админку и проверять вручную, какие оценки есть. То есть, это еще один недостаток. Но я вам так скажу. Никто так бесплатно вам делать не будет. Получается, все, что я озвучил, это уже напрашивается на платное расширение. Вот такие у нас вот тенденции. Хотя, возможно, разработчики потихоньку это все добавят. Но об этом им нужно, конечно, написать. Поэтому я не могу сказать, что урок будет такой прям полезный. Но я хотел обозреть, потому что сама идея достаточно интересна. Так оценивать статьи нужно только доработать это расширение. Я с вами не прощаюсь. И мы скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok